Две недели назад на моем канале был запущен новый проект Тайны Жизни. Вот наконец-то наступил тот момент, когда я всем вам торжественно могу сказать о том, что у меня на канале открылся новый мини-проект. Тайны Жизни, в котором мы обсуждаем все то, что трудно объяснить до сих пор. Мистические события, странные убийства и другие загадочные темы, случившиеся в нашем мире. Не верю за всю эту чертовщину. Сегодня же мы снова вникнем в мир загадок и тайн и рассмотрим топ из пяти случаев исчезновения без вести знаменитых людей. Присутствует ли здесь мистика? А может быть это случайность? Или же это настоящий криминал? Смотрите в сегодняшнем выпуске. Проект Тайны Жизни продолжается. Каждый день в России пропадает без вести около 300 человек. Об этом говорит одна из российских газет. Пугающая статистика стала главной темой на большом сборе в Москве правоохранителей, юристов и законодателей. Из 120 тысяч человек, которые пропали только в прошлом году, большинство мужчины – около 59 тысяч. 38 тысяч – женщины. 23 тысячи – несовершеннолетние и маленькие дети. К счастью, большинство все-таки находят живыми. Иногда через месяц, иногда через несколько лет. Но сегодня же мы поговорим о пяти случаях пропажи без вести знаменитых людей по всему миру. На первом месте сегодняшнего топа – музыкант Ричи Эдвардс. Ричи Эдвардс – валийский музыкант, ритм-гитарист и автор песен альтернативной рок-группы. Молодой человек, который исполнял политизированные и интеллектуальные песни, исчез 1 февраля 1995 года. Ричи предстоял промо-тур с группой, но, однако, он был под угрозой срыва. Друзья и коллеги разыскивали музыканта, но все тщетно. Исчезновение было весьма загадочным, так как после него Ричи несколько раз видели в разных местах – то в паспортном столе, то на станции технического обслуживания. Поиски музыканта продолжались более 10 лет, и только 23 ноября 2008 года его официально объявили умершим. Но поклонники Ричи до сих пор верят, что их кумир жив. На втором месте Гарольд Холт. Гарольд Эдвард Холт – австралийский политик, 17-й премьер-министр страны. Его исчезновение всколыхнуло мировую общественность не меньше, чем убийство американского президента Джона Кеннеди. На посту премьер-министра Гарольд пробыл всего 22 месяца, но по праву считался одной из самых влиятельных политических фигур Австралии и всего западного мира. Премьер-министр пропал 17 декабря 1967 года. Гарольд со своими друзьями в сопровождении телохранителей отправился в порт Филипп, чтобы поприсутствовать на встрече английского яхтсмена Алика Роуза, совершающего в одиночку кругосветное плавание. После торжественной части Холт с друзьями отправился на малолюдный пляж Шевиор. В тот день был шторм и довольно сильные волны, но Гарольд был отличным пловцом и ныряльщиком, поэтому он все равно решил искупаться. Вскоре друзья потеряли пример министра из поля зрения и, к сожалению, его тело так и не нашли. Третье место занимает Оскар Зета Акоста. Оскар Зета Акоста – американский адвокат, писатель и активист мексиканского происхождения, наиболее известный по дружбе с Хандлером Стоктоном Томпсоном, который на страницах страха и отвращения в Лас-Вегасе описал Акосту как своего адвоката. В 1974 году Акост отправился в Мексику, где бесследно исчез. Перед этим Оскар позвонил сыну и сказал, что собирается сесть в лодку, полную белого снега. По словам его друга Хантера Стоктона Томпсона, Оскар имел пристрастие к амфетамину и ЛСД-25. На четвертом месте Бизон Дилл – американский баскетболист, который выступал на позиции центрового. Свою спортивную карьеру молодой человек завершил в возрасте 30 лет. Он бесследно пропал в 2002 году во время плавания по Тихому океану со своей девушкой, братом и шкипером. На последнем, пятом месте Джим Топсон. Джим был американским королем тайского шелка, а также бывшим разведчиком и американским бизнесменом. Он оставил после себя богатое наследие. Пропал Томпсон крайне загадочно. 26 марта 1967 года он просто вышел за ворота своей виллы, чтобы немного прогуляться, но так и не вернулся. Если вам понравился сегодняшний выпуск, то не забудьте поставить лайк, поделиться этим видео со своими друзьями, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и нажать на колокольчик, чтобы вам могли приходить оповещения о всех моих новых видео.